Всем здрасте! Сначала я хотела записать шепотливое, типа АСМР, обзор еды, но фиг знает, может любители АСМР не любят обзоры еды. Поэтому решила записать полный голос, скажем так. Я тут что-то вдрых простужена. Вообще, подозреваю, что простудилась не из-за того, что у меня форточка была открыта, а когда ходила, скажем так, на временную работу. В общем, я помню, что у меня был еще запрос, не знаю, на отдельное видео или нет, вкусняшек, которые полезны среди сетевых магазинов. У меня, наверное, это было где-то в комментах на канале, потому что в своем блокнотике я не нашла пометку себе. Если его надо отдельным, то вы мне комментите под видео в этом. Короче говоря, не совсем полезные или, может быть, полезные, но там я отдельно попробую все-таки несколько вещей сделать видос. Наверное, все-таки надо отдельный. Короче, была я сегодня в магните, была я сегодня в пятерке, была я сегодня в тройке, а еще я потеряла свои любимые перчаточки, которые шли до веса. Я только, ну, покупала их вообще к этому телефону с пальчиками, типа такие сенсорные, в которых даже на минус 7 погоду вполне себе тепло. Но вот так случилось, что теперь у меня их нет. В общем, зефир, праздник с ластерным, был по скидке. Вообще, я раньше любила брать белородовый, вот такой зефир, он мне нравился. И меня что-то все время воротило от аромата ванили. Тут я что-то решила, что, может быть, можно аромат ванили, потому что у меня был какой-то другой зефир, тоже типа с ароматом ванили. 47 рублей рублей. А это я уже попробовала. Я вообще хотела тупо себе юбилейного печенья, но я покупала молочное, но какое-то крепкое. С клюквой, в общем, мне понравилось. Но что-то я с клюквой не видела, в результате я увидела вот тут. Сначала упаковку обычного, большого такого, типа такой упаковки. По-моему, просто печенье юбилейное. А потом я увидела в магните, что-то оно было по 59 или по 60, ну как-то так. В общем, в общей туношке у меня на 103 рубля где-то вышла вместе с зефиром. С овсяными хлопьями. 52 калории в одном печенье. Вот такое вот оно здесь, вот такими вот штучками. И одно я уже вскрыла тут, я не знаю, сколько тут вообще. 2,5 печенье, наверное, захомячила. Такое интересное, вкусненькое. Так, потом зашла я в текловку. Солнечно, вообще тупо денег снять. Наличных которых у меня уже нету, придется снова снимать. Короче, вот это я в очередной раз купила. Сейчас оно по 79, грубо говоря, по 80. Было оно как-то по 49. Знала бы, что оно будет дороже. Купила бы сразу про запас побольше. Короче, это мне в этот раз, наверное, на кухню. Профилактики ранее я запускаю. Очень хорошая штука. Я ее, наверное, уже как-то обозревала в каком-то обзоре еды. И она мне очень нравится. Лучше, чем всякие фроты. И, я не знаю, жидкое какое-то средство я покупала. Вообще, вылил, не заметил как. Так, а еще, это вот как раз из ряда вот этих полезных вкусняшек, которые можно купить в сетевых магазинах. Обычно я их покупаю в финики. Вверх, наверное. Вот так, наверное. В этом, в магните. Но тут что-то в магните давно не было. Они в магните все время были по 45-46 рублей. А тут в пятерке 45 с копейками. Грубо говоря, 46. В общем, это финики. Фирма МААК. Я такой же фирмы покупала в пятерке чернослив. Тут у нас финики с косточкой. И все. Никаких там масел загадочных. Каких идей и тому подобного. И где это? Это, короче, юридический адрес Питер. Фактический адрес Питер. МААК АСПБРУ. 15 декабря оно сделано. 12 месяцев у него срок годности 250 грамм. Короче, 46 рублей 250 грамм. Мои любимые финики с косточкой. Тот в камен так писал, что есть финики без косточек. Никогда не попадались в финики без косточек. Короче, вот именно вот этой фирмы МААК и чернослив и финики мне очень нравятся. Я думаю, что у них вообще должно быть все хорошее. Потому что вот чисто мне попадался чернослив, а финики я, наверное, уже распятые беру. Хоть и в другом магазине. Очень хорошее качество. И вкусное вообще. В восторге. Я вчера еще на озоне глянула. Не поверьте, на озоне что-то не около 80 рублей эти финики были, если не больше. Или 100 с чем-то даже. Точно такой же пакетик. В общем, вот. Ну и еще я была вообще изначально в тройке в нашей. Вот не знаю, как она еще существует. Может, у нас большинство угличан считают, что хреновое качество за их деньги это нормально. В общем, пошла я распечатать три фотки. Сначала мне сказали, что можно мы сверху срежем, потому что оно не влезает. Откуда они влезают у них, что у них там не влезают. Руки не оттуда, что ли, растут. На мое счастье, там не было моей знакомой бывшей. Может, ее там вообще уже больше нет. Был какой-то мужчинка. И почему-то они не только сверху срезали, они еще и сбоку срезали. Причем, знаете, один и тот же кадр три раза распечатать. В трех инвентарах один кадр распечатать было. И срезали как-то по-разному. Чуть побольше, чуть еще побольше, чуть совсем побольше. Скажем так, если вот эта вот фотка, то если я на нее смотрю, то срезали справа. Если повернуть вам, то бот, наверное, срезан слева. За ваши деньги мы срежем вам все, что угодно. Причем не скажешь, что вот что-то вы тут не то срезали. Я помню, когда-то у них пыталась какие-то фотографии, тоже делала. И говорила, что что-то где-то так срезали. Ну, как бы возвращать, допустим, они деньги не собираются, я так понимаю. А я им товары уже хочешь не хочешь, забирай себе. В этот раз мне хотя бы подали. В прошлый раз я помню, какую-то фотографию распечатывала, так мне просто на пол кинули. И суть такая, что я подозреваю, что именно там я оставила свои перчатки. Но как бы я поняла, что они там, я уже была на полпути к дому, когда я поняла, что перчаток у меня как бы нету. Ни в сумке, ни в карманах, ни на руках. И где, возможно, могла их оставить именно в тройке. Ну, там такое отношение к клиентам. Вот если вы будете когда-нибудь в Угличе, и вам приспичит что-то распечатать. И пусть оно вам приспичит распечатать в другом каком-нибудь месте. Я знаю, что где-то в Угличе два места еще есть, где печатаются фотки, но я там вообще не представляю, где это находится. Но не в тройке. Можете где угодно. Можете потерпеть и в другом месте, в другом городе вообще распечатать то, что вам надо. Я еще хотела, думала, может там заказать магнитики с картинкой какой-то конкретной. Ну да, я типа конкурс тут собираюсь все еще проводить. Но что-то я посмотрела на эти фотки, и у меня как-то желание отпало. А когда я поняла, что видимо я там оставила эти перчатки, ну вот представляете, вот в любой там сетевом магазине, в Пятерке, в Магните, в Дикси, вы что-то в корзиночке оставили, вам в любом случае скажет кассирша, будь она там в самом плохом настроении, убитая этими покупателями, уставшая или радостная. Всегда говорят, что вот вы забыли, да, там или просто положат, что вот не забудьте перчатки, да. Тут нифига, тут увидит человек, что ты положил, отвернулся и пошел, и те ни слова не скажут. В общем, дизлайк полный. Ну и что еще-то сказать такое? Да, я еще в поисках, значит, клавиатуры, но вроде как мне родня пообещала клавиатуру. Вот не понимаю я такого, нафига покупать, вот не буду говорить, магазин названия, я потому что не уверена, как он правильно называется, назову, а вдруг оказывается вообще-то какой-нибудь левый магазин, и не с компьютерами никак не связанный. В общем, нафига завозить товар разномассивной марки Sven? Потому что клавиатура и мышки Sven, как я поняла, это вообще ниже некуда. Самое отратное нечто. Короче говоря, если, допустим, мышка больше года не живет, а клавиатура, начинают клавиши там залипать, как-то не печататься, и у меня почему-то английские буквы стерутся, обычно русские стираются. Через год пользования, зачем продавать вот это вот, пусть там даже PS2, хвостик, а не USB, в огромном ассортименте 400 рублей. Я зашла, спросила, есть клави, такие-то, такие-то, есть клави, я говорю, только не Sven, к сожалению, только один Sven. Там зафига возить, извиняюсь, дерьмо, которое через год сдохнет. Чтобы к вам приходили и покупали, мне кажется, если покупатель один раз купил Sven в каком-то определенном магазине, и там этот Sven сдох через год, то покупатель нормально не пойдет покупать Sven в этот же магазин, пойдет покупать что-то другое. В общем, вот такие пироги. Я, конечно, постараюсь, может быть, записать вам это, я помню, что на этой неделе обещала, а неделя уже к концу подходит, но тут заболела. АСМР, но максимум АСМР я потяну только вот с ножницами картонки, без голоса. Потому что АСМР, хотя я могу как бы шептать, но мне вот сегодня сказали, что у меня во вторник по второму перейти в дом этих самых ветеранов, нет, дом инвалидов или кого-то там, пожилых людей. Короче, в дом какой-то там, с нашим театром книги, и махать виром, и толкать телеги в одеянии. И мне как бы надо за два с половиной дня, ну, грубо говоря, за три дня, да, выходные, понедельник, поправиться. Поэтому я максимум, что осилию, это вот стригающие АСМР. АСМР с шепотом с чаем как-нибудь уже, наверное, на следующей неделе, ну или когда у меня там горло будет свободным по людям. Всем спасибо за просмотр, и пока-то!